Здесь уже зеленки у Тимкина заканчиваются, а так с площадки он не уходит. Такой наброс на ворота переводит шайбу в угол площадки Ковард. И вот она на сырность Тимкина привела к тому, что Пакарине в дальнюю девятину, а может и в ближнюю, втыкает. И еще один быстрый гол. И сейчас КРК Уралец закипит, а лед начнет плавиться. Да, бросок, конечно, получился шикарным, а еще и довольно неожиданным для того же Якоба Коваржа. И такое ощущение, что просто не ожидал. Предполагал, что Пакарин поедет дальше, а Пакарин на и выстрелил в ближнюю девятку. И на щитках Коварж оказался по какой причине? По такой, что не надо опускаться раньше времени на щитки.